Семён Золотарёв Это был уже опытный турист, инструктор Кауровской турбазы, фронтовик, прошёл всю войну до Берлина, имел ряд наград, в частности Орден Красной Звезды. Так вот, прошло уже более 60 лет, а личность этого фронтовика так и не даёт многим покоя. Так что необычного в личности Золотарёва? Оказывается, вопросов к нему очень много, хотя на многие я сегодня постараюсь ответить в данном видео. Поверьте, будет много нового и неожиданного. Многих интересует вопрос, а почему Семён Золотарёв просил называть его Александром? Что за тайну скрывал наш герой? На этот странный факт указывают многие исследователи и выдвигают теорию, что вместо Семёна на перевал пошёл двойник-диверсант Александр. Но оказывается, никакой тайны в этом нет. Ларчик просто открывается. Дело в том, что наш Семён Золотарёв вовсе и не Семён. Он от рождения был наречён как Симеон. Смотрим официальную метрику. В святцах имя Симён – это русская форма древнеиудейского имени Симеон, имеющего значение «тот, кого услышал Бог». Так почему же после войны Золотарёв стал открыто стесняться своего иудейского имени Симеон и стал просить называть его Александром? А всё просто. Напомню, сразу после войны в СССР началась государственная кампания по борьбе с космополитизмом, превратившись вскоре в антисемитскую с преследованиями и массовыми арестами. Многие тогда быстро поменяли свои иудейские фамилии и имена. Вспомните хотя бы знаменитых артистов того времени. Вот почему Симён Золотарёв всегда просил называть его Александром. Хотя во всех официальных документах и периоды учёбы в институте физкультуры и при приёме на работу в разных городах в подписи внизу всегда стояли подлинные его инициалы «Симён Алексеевич Золотарёв». И это, кстати, мало кого удивляло. Это реалии того времени. А почему же в метрике нашего Симеона указан месяц март, а не февраль? Спросят пытливые умы. Тут тоже всё просто. В первой половине XX века часто в метриках писали не точный день рождения ребёнка, а дату обращения в сельсовет или правление для регистрации новорождённого. А регистрировать своего ребёнка сразу же в день рождения, в те суровые годы гражданской войны, коллективизации, многим было очень проблематично. Записать дату рождения ребёнка со слов родителей представители советской власти не имели права, поэтому записывали только в день обращения в соответствующие органы. Это была распространённая практика тех времён. Далее, в XX-XXI веке были не раз произведены экспертизы почерка Золотарёва за разный период жизни, от военных лет до 1959 года. Во всех известных письменных образцах Симёна Александра Золотарёва почерк принадлежит одному и тому же человеку. Так что о подмене его на брата полицая или двойника из Абвера исключена. А вот иметь связь с органами госбезопасности он вполне мог, и тут реально есть над чем задуматься. И вот почему. После войны, закончив Минский институт физкультуры, Золотарёв приехал в один из самых засекреченных городов СССР, в только что образованный город Лермонтов, где в строжайшей тайне велась добыча и переработка урана. Только вдумайтесь. В особо секретный город приезжает обычный учитель физкультуры, чей брат полицай и враг народа. И местные особисты без всяких выяснений сразу дают ему добро на работу и жительство в режимном городе. Проморгали? Никто в это не поверит. Его бы не пустили на пушечный выстрел к секретному городу, если бы он был простым физкультурником. Но его пустили. И все потому, что он, вероятно, выполнял какое-то задание для органов госбезопасности. Для примера, выявлял неблагонадежных лиц или шпионов в этом небольшом засекреченном городе. Не исключено, что он и сам был сотрудником госбезопасности, штатным или внештатным. Все возможно. Тогда все эти скитания по разным частям во время Великой Отечественной войны уже не кажутся такими странными. В Лермонтове Золотарев строит планы на будущее, уже собирается завести семью, и тут вдруг его увольняют с работы, и он тут же перебирается на Урал и спешит попасть в группу туристов, идущих в скором времени по определенному маршруту и именно в конкретные дни. Уже это заставляет задуматься о том, что все это дело с ней спроста. Приказали? Поехал. Так что забыл этот наш фронтовик в группе молодых студентов? По официальной версии, он якобы отправился на Тартен с группой Дятлова, чтобы повысить свою спортивную квалификацию, пройти высшую категорию и получить звание мастера спорта. Но зачем ехать на какой-то далекий Урал и идти с незнакомой группой, если он собирался работать на Кавказе, где у него было много знакомых, и проблем с получением звания мастера спорта было намного меньше? Зачем такие сложности? Ответ, возможно, кроется в том, что это путешествие на Урал должно было стать для него значительным событием. Об этом походе заговорит весь мир, сказал он загадочно перед отправкой в горы своим ученикам. Слова оказались пророческими. О нем реально заговорили во всем мире. Но догадывался ли Золотарев, что заговорят о нем только посмертно? Кстати, что интересно, оказывается, Семен Золотарев определился в группу Дятлова буквально в последний момент. Изначально Золотарев должен был идти с другим инструктором Сергеем Согрином, с которым даже провел предварительную подготовку. Но потом его якобы не устроил долгий срок похода и, главное, маршрут. Но когда он узнал о маршруте и датах выхода группы Дятлова к определенным точкам, то сразу бросил группу Согрина и обратился к руководству клуба с просьбой прикрепить его именно к группе Дятлова. И ему, что удивительно, сразу же пошли навстречу. Разбил одну группу, теперь решил разбить другую. И никто не возражал. Любые хотелки к какому-то постороннему человеку. Но не странно ли? Очень интересный факт рассказал и Владислав Николаевич Биенко. Тот самый член группы Дятлова, которого в последний момент сняли с похода. Биенко бросился к вузовскому начальству, но там заявили, что вопрос уже решен окончательно и обсуждению не подлежит. Так вот, сняли Биенко всего за пару дней до похода, как раз в то самое время, когда Золотарев стоял в кабинете вузовского начальства. Из-за него кто-то хлопотал сверху о срочном переводе именно в группу Дятлова. За диверсанта никто бы не просил так настойчиво. Удивительный факт, не правда ли? Группа Дятлова вначале буквально взбунтовалась и пошла к руководству с требованием, что они против такой замены, но им опять дали понять, что вопрос уже решен и закрыт. Этого Золотарева никто не хотел сначала брать, ибо человек он новый, но потом плюнули и взяли, ибо отказать не откажешь. Такая запись сохранилась в найденном дневнике Людмилы Дубининой. Получается, буквально приказали сверху. Но кто приказал? Догадайтесь с трех раз. Вот почему быстро отстранили Биенко по надуманному предлогу и воткнули Золотарева. И как записала Дубинина в своем дневнике. И не откажешь? Этот факт и дает повод для версии, что Золотарев был именно сотрудником госбезопасности и примкнул к Дятлову, получив важное секретное задание – что-то фотографировать в конкретный день, в конкретном месте и именно на маршруте Дятлова. Не зря из всего снаряжения Золотарев взял с собой в поход лишь фотоаппарат, с которым никогда не расставался ни днем, ни ночью, даже в тот трагический день, в день гибели всей группы Дятлова. Мало кто обратил внимание, что в ту трагическую ночь Семен Золотарев – один из немногих, кто был абсолютно полностью одетым и с фотоаппаратом. Он как будто ждал чего-то. Но чего? По моей версии, Золотарев был должен снимать на маршруте в ту трагическую ночь пролет ракеты Р-7, возможно, с малым ядерным зарядом, чей яркий след и огненное кольцо должны были хорошо видны в безветренном ночном небе, а в случае взрыва ракеты или малого ядерного заряда в воздухе зафиксировать координаты и доложить по инстанции, приложив снимки. Но что-то явно пошло не так, и все закончилось трагедией. А теперь о самом интересном. Главное, что сегодня заставляет многих исследователей выдвигать фантастические версии о двойниках и диверсантах или о заключенных. Это загадочные татуировки, обнаруженные на теле Семена Золотарева. Четких фотографий этих татуировок нет, но осталась запись в уголовном деле. На тыле правой кисти у основания большого пальца татуировка Гена. На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением свеклы. И букв плюс С. На тыле левого предплечья татуировка с изображением. Странные татуировки на трупе Золотарева, не правда ли? Но что интересно, никто из тех, кто видел своими глазами руки Семена, не помнит никаких татуировок при его жизни. Так, для примера, преподаватель Белорусского физкультурного института Цейтин не мог вспомнить, что у его лучшего студента Семена Золотарева, который занимался в зале в одной майке, были какие-либо рисунки на руках или теле. Ученики средней школы номер один города Лермонтов, в которой Золотарев преподавал физкультуру, тоже заявляют, что их преподаватель никогда не имел никаких татуировок или рисунков на теле. Они часто его видели даже без майки на занятиях и в походах. За несколько месяцев до трагедии на перевале у Золотарева тоже еще не было никаких татуировок. Об этом нам поведал старший инструктор Кауровской турбазы Евгений Постоногов, который лично ходил в совместный поход с Семеном Золотаревым в декабре 1958 года. В декабре 1958 года мы вышли в поход. Во время похода мы ночевали в избах. Там везде рукомонники. Семен, как и все мы, закатывал рукава, чтобы не забрызгать их. Я видел его руки. Татуировки не пропустил бы. Как художник всегда четко подмечаю детали. Никаких татуировок на руках Золотарева не было. Это точно. И главное, на которое никто не обращает внимания. Ни члены группы Согрина, ни сам Согрин ни разу не упоминает. Ни наколку Гена у основания большого пальца, ни другие наколки на руках. Хотя Золотарев одно время даже жил у Согрина дома, ходил при нем в майке и мылся. Если бы эти наколки были перед походом, то этот факт уж точно отметил Согрин в своих воспоминаниях. Но на них ни слова. О наколках Семена также никто не упоминает и из группы Дятлова в своих дневниках. Хотя они оставляли даже любые малозначительные записи. Почему никто не видит очевидного, что наколки могли появиться лишь в самом походе, точнее ближе к дню трагедии и не как раньше? Иначе о них ни разу бы написали в своих дневниках многие члены группы Дятлова. Но тут опять дружный молчок. Получается, в походе у Золотарева не было никаких татуировок. Это факт. Поэтому все разговоры, что Семен Золотарев сделал татуировки еще по глупости в детстве или в армии в память о своем боевом братстве или в разведательной школе Абвера наколол языческие символы, лишь чья-то бурная фантазия и не более. Никаких татуировок на руках Золотарева до похода не было. На этом ставим точку. Тогда получается, что Семен сделал эти загадочные наколки в самом походе. И понятно, что где-то накануне трагедия. Но остаются вопросы. Когда и зачем? И что они обозначают? И тут опять много интересного. Возможно, сенсационного. Многие исследователи считают, что ответ кроется именно в самих наколках. И вот ни одна сотня человек до сих пор ломает голову над расшифровкой ребусов. Дермуазуая или Г плюс С плюс П равняется Д. Так и не могут ничего разгадать. Хотя и так понятно, что наколоть их Золотарев в походе у всех на виду просто не мог. Тогда когда? И тут я подхожу к главному. Почти сенсационному. А вдруг это и не татуировки вовсе? Суете сами. Откуда мы знаем, что на руках Золотарева были именно татуировки, а не некие записи химическим карандашом или перьевой ручкой с чернилами? Как откуда воскликнут многие? Эти надписи обнаружил на теле Золотарева судмедэкспорт Борис Алексеевич Возрожденный, который был опытным следователем и мог легко отличить настоящую татуировку от надписи химическим карандашом или чернильным пером. Да, мог бы, если бы он был реально опытным следователем-криминалистом. Но в том-то и дело, что Борис Возрожденный в те годы не был опытным криминалистом. Он не был ни криминалистом, ни следователем, ни сотрудником МВД в прямом смысле. Он был на тот момент, на день трагедии, по сути, обычным врачом. И все. Суйте сами. Борис Алексеевич Возрожденный закончил Свердловский медицинский институт только в 1954 году и был назначен по распределению обычным врачом в Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Никаких громких дел он до этого не вел, никаких похожих случаев не разбирал. Так о каком большом криминалистическом опыте на момент гибели группы Дятлова может идти речь? Так что след химического карандаша или чернил на полуразложившемся теле Золотарева Возрожденный мог легко принять за обычную татуировку. Опыта у него не было. Не зря многие специалисты-криминалисты отмечали, что обследование трупов с криминалистической точки зрения произведено крайне непрофессионально, без важных подробностей. Так что относиться к записям Возрожденного нужно с большой осторожностью. Так почему никто не рассматривает версию, что тату у Золотарева могли быть просто нарисованы обычными чернилами или, скорее всего, химическим карандашом? Для примера, из уголовного дела известно, что у Слободина с собой была перьевая ручка с чернилами, а химические карандаши были у многих членов группы. Сам помню, как знакомые мальчишки во дворе с гордостью рисовали себе на руках химическим карандашом, слюнявий языком, блатные татуировки или просто имена на пальцах, которые не так легко смывались даже с мылом. А синеватый контур, как от настоящей наколки, оставался еще на долгое время. Это современные китайские химические карандаши легко смываются, а советскими писали адреса на посылках, и надписи очень трудно было смыть или стереть. Поэтому выдвигаю версию, что это не наколки, а просто веселая шутка некоторых участников группы Дятлова. Все забывают, что когда 1 февраля группа Дятлова рисовала боевой листок «Вечерний Атартен», в этот же день у Семена Золотарева был день рождения. Ему стукнуло ровно 38 лет. Все дружно поздравляют, дурачатся, играют в игры. Приведу такой пример одной игры из своей практики с детства. Одному из участников завязывали глаза шарфом или платком, а остальные по очереди рисовали ручкой на его руках или ногах любые слова или рисунки. А он должен был отгадать написанное. Чтобы сбить с толку, прибегали хитрости. Писали всякую абракадабру, случайный набор букв. А потом все смеялись над его смешными ответами. «Чем вам не вариант?» «Я прям вижу такую картину!» Семен Золотарев сидит в середине палатки с завязанными глазами. Надвинули на глаза вязаную шапку или повязали шарф. А Людмила Дубинина, муссоли карандаш во рту, коряво пишет на руках именинника. «Дайр муаа зуая!» Смущенный Золотарев пытается отгадать. Получается бильберда. Все дружно смеются. Настроение отличное. Читаем акт исследования трупа Дубининой. Слизистые полости рта серо-зеленого цвета. Такой след оставляет, для примера, химический карандаш, если его долго мусолить во рту. Как вам такая версия? Далее, согласно следствию, у трупа Золотарева обнаружили золотые коронки на резцах и коренных зубах. И что? По воспоминаниям председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области Виктора Федоровича Богомолова, который лично знал Семена Золотарева. Какие-то коронки на зубах у него точно были. Не совсем, чтобы так в глаза бросались, но при разговоре замечались. Так что в этом походе с большой долей вероятностью погиб все-таки настоящий Семен Золотарев. Хороший мужик-чекист. Ну как вам эта версия? Удивил я вас? Напишите мне в комментариях.